Добрый день. Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергеля. И начинаем со срочной новости. Спасатели коммунальной службы Восточного Казахстана устраняют последствия обильных дождей сразу в нескольких районах области. Из-за неисправной работы речных систем подтопленными оказались Уланский, Глубоковский и Аягузский районы, а также город Усть-Каменогорск. По информации ДЧС, ливневки и водопропускные системы не были своевременно очищены и теперь они не справляются с последствиями выпавших осадков. В работах по откачке воды задействованы около 200 человек, больше 50 единиц техники и свыше 20 мотопомп. За сутки сотрудниками ДЧС области эвакуированы 23 человека. Жертв и пострадавших нет. Между тем, в регионе сохраняется пасмурная и дождливая погода. И к событиям в мире. Больше 20 сотрудников сил безопасности погибли. Еще трое похищены в результате атак боевиков в афганской провинции Фарах на западе страны. Об этом сообщали местные СМИ. По их данным, боевики напали на посты правоохранителей в районе Балабулук, а также в административном центре провинции. По предварительной информации, нападения совершили боевики радикального движения «Талибан». Отмечу ситуацию. В Афганистане заметно ухудшилось. Талибы, ранее взявшие под контроль значительные территории в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Береговая охрана Ливии в ходе трех операций в Средиземном море спасла 335 нелегальных мигрантов. В основном из стран Африки. Как сообщил представитель ВМС страны, последняя операция прошла близ города Абу-Камаш. Патруль доставил мигрантов на морскую базу в ливийской столице Триполи. Вынужденным переселенцам была оказана медицинская помощь. Отмечу, Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году морскими путями до берегов Европы добрались свыше 170 тысяч человек. При этом 3000 погибли при попытке пересечь Средиземное море. Среди европейских стран больше всего беженцев приняла Италия. Почти 120 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в успехе в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ином. По его словам, КНДР сама желает мира. Глава Белого дома напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров, а также отметил, что Пхеньян рассматривает возможность денуклеаризации полуострова. Ранее Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ина о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме подчеркнули, что время и место будут согласованы позднее. Северная Корея не проводила испытания ракетного оружия с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого до нашей встречи. Я верю, что она сдержит свои обещания. Я думаю, что с КНДР все будет очень хорошо. Нас ждет огромный успех. Это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Населье ждут дополнительного льготного кредитования. Это одна из пяти социальных инициатив, озвученных президентом страны. Глава государства заявил об увеличении кредитного портфеля на треть. Теперь на развитие бизнеса выделят 62 миллиарда тенге. Насколько это своевременно, наглядно демонстрирует пример Каркаролинского района Каргандинской области. В прошлом году свой бизнес хотели открыть 170 человек. Но из-за нехватки финансирования кредиты под 6% годовых смогли получить лишь 102 предпринимателя. В основном деньги пошли на развитие животноводства. 20% проектов связаны с улучшением сферы обслуживания и инфраструктуры насилия. Это очень хорошая возможность по 6% получить кредит, хорошие суммы на открытие собственного дела. И ежегодно у нас в разы увеличивается количество желающих. И вот это обращение даст им хорошую возможность осуществить свою мечту. Новые инициативы президента прокомментировал немецкий политолог Матиас Дорнфельд. Эксперт отмечает, что предложенные казахстанским лидерам 5 социальных инициатив весьма своевременны и значимы. Реализация поставленных задач повысит уровень жизни населения и позволит укрепить экономику страны. Я считаю, 5 социальных инициатив президента Назарбаева усилят экономику, улучшат качество образования и в целом поднимут уровень жизни населения. В программе уделено внимание и предпринимателям. Они смогут получить микрокредиты на бизнес, а население, которое имеет малый доход, также ощутят на себе реформы. Я думаю, снижение налогов очень важный шаг. Также меня как профессора очень радует, что будет увеличено количество грантов. И президент подчеркнул, что готовить нужно востребованных будущим специалистов. Например, в инженерной науке, медицине и робототехнике. Также важна газификация. Миллионы людей получат газ. У Казахстана есть ресурсы и возможность построить инфраструктуру. Переимены будут на благо населения. Улучшится и экология. Это очень дальновидно. Своё мнение о пяти президентских инициативах высказал и научный сотрудник исследовательского центра Чемос в Италии Андреа Картыни. Подчеркнув значение индустриализации страны, он особо отметил проект Нурсултана Назарбаева по строительству в Казахстане нового магистрального газопровода и газификации северных регионов. Этот проект мне кажется интересным, в том числе с экологической точки зрения. Думаю, выставка Экспо в Астане действительно позволила осознать, как широким слоям населения, так и кругам политическим, что переход на газ и ресурсы, грин – это правильный путь даже для такого богатого запасами государства, как Казахстан. Я имею в виду запасы угля, например, использование которого сегодня уже не является предпочтительным. Бакинский зерновой терминал станет активным участником международных транспортных проектов, которые реализуются совместно с Казахстаном и Азербайджаном. Отечественное зерно отправляют по Каспийскому морю через этот терминал вот уже 12 лет. Новые возможности позволят расширить географию и выйти на рынки Турции и Ближнего Востока. Все подробности у нашего собственного корреспондента в регионе Шафа Калиевой. Терминал с одобрения правительств Казахстана и Азербайджана основан в 2006 году. За эти годы компания уверенно реализовала основную цель – стабилизация экспорта казахстанского зерна и обеспечение Азербайджана зерновыми продуктами. Казахстанская пшеница отправляется из порта Актау в порт в поселке Говсане, на территории которого и находится зерновой терминал. Здесь также функционирует мельница, которая поставляет муку на рынки страны. Терминал оснащен современным оборудованием, который позволяет нам единовременно хранить до 15 тысяч тонн зерновых культур. Мощность перевалки составляет 1500 тонн зерна в сутки, что в годовом эквиваленте равняется около 300 тысяч тонн зерновых. Мы производим 150 тонн муки в сутки, и, соответственно, в годовом эквиваленте это более 50 тысяч тонн муки. Терминал намерен активно участвовать в международных транспортных проектах, которые реализуются в регионе при непосредственном участии Казахстана и Азербайджана. В планах в этом году использовать возможности маршрута с север-юг железнодорожного пути Баку-Тбилисикарс и вывести казахстанское зерно на рынки Турции и Ближнего Востока. Что касается экспорта зерновых культур через наш терминал, конечно же мы работаем с проткорпорацией, проткорпорации экспортируют зерновые культуры в Азербайджан. Часть зерна мы перерабатываем в муку. Также мы сотрудничаем с российскими и азербайджанскими трейдерами, которые заинтересованы в перевалке зерновых через наш терминал в сторону Ирана. В целом потребность Азербайджана в зерне составляет около 3-3,5 миллиона тонн в год. По сравнению с 2016-м, в минувшем году страна снизила импорт зерна на 20%. На заседание Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана в конце прошлого года стороны договорились довести экспорт казахстанского зерна в Азербайджан до 1 миллиона тонн в год. Шафа Галеева, Альгюм Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку. К юбилею казахского телевидения в Ахтубе создали первый в регионе медиамузей. Открыли его на базе одного из старейших телеканалов области, который стал настоящей кузницей молодых талантов. С экспозиции познакомилась и моя коллега Лейла Ауэсова. И ожил песчаный, ковыльный мой край. Актюбинский телецентр начал работать 29 октября 1960 года. Черно-белые передачи тогда транслировались в прямом эфире. Позже их стали записывать. Самые первые телевизоры и другие уникальные экспонаты теперь хранятся в новом медиамузее. Тяжелые студийные камеры застал еще Бауржан Баймуканов. Любимой работе телеоператор посвятил четверть века. Все на бобинах, это чтобы перенести большую громоздкую аппаратуру. На этой педали она поднималась, камерка. Эта вторая педаль, эта опускалась она. Брали этим рычажком и она у нас ходила и вправо, и влево. В 90-х годах еще, когда мы перегон делали, такие субкоры, как вы делали сюжеты, на Алмату мы перегоняли. И вот эта связь была прямая. Нажимаешь на кнопку и говоришь, Алмата, примите видео, как у нас качество по видео, по звуку. В трансляциях первомайских парадов Гульмира Дусмуратова уже не участвовала. Свою карьеру на телевидении начинал с ассистента режиссера. Шел 94-й год, у октябинской аудитории были популярны информационно-познавательные передачи. «Десять с половиной», «Сорласу», «Свидание по пятницам». У меня были хорошие учителя. Один из них был Андрей Усенович, это главный режиссер. Он был душой нашей студии, интересным человеком. Именно от него я заразилась в этом драйву прямого эфира. «Так, внимание, ребята, работаем». Еще одна династия телевизионщиков образовалась в семье звукорежиссера Алтын Желдебаевой. Ее сын Рустам – настоящий универсал. Умеет не только снимать и монтировать, сейчас он отвечает за работу передвижной телевизионной станции Актюбинского корпункта Хабара. «Мой сын Рустам с детства мечтал работать на телевидении. Тогда мы засиживались допоздна и часто приводили с собой детей. Сейчас телевизионная техника шагнула далеко вперед, аппаратура стала компактной. И нам остается только радоваться за наших детей и делиться бесценным опытом». Цифровые технологии на отечественном телевидении дают зрителям более четкую и объемную картинку. Не стоит на месте и служба новостей. Сегодня репортеры могут выйти в прямой эфир из любой точки страны. «Казахскому телевидению 60 лет. Прошла целая эпоха. Сменились разные поколения дикторов, журналистов и телеоператоров. Но во все времена здесь царит особый творческий дух. Все, что зритель видит на экране – результат слаженной работы целой команды профессионалов». Превратить любимое хобби в бизнес смогла подладарская художница Алтын Атеева. Она в совершенстве владеет техникой батика. Теперь мастерица декоративно-прикладного искусства решила покорить казахстанские и зарубежные рынки, изучив основы ведения бизнеса. Алтын Атеева училась искусству росписи ткани в Малайзии. Именно там она прониклась всей душой к этой удивительной технике. Несколько лет совершенствовала мастерство. Сейчас ее работы вызывают особое восхищение. Первый опыт продажи своих изделий она приобрела на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Одно из ее лучших творений купила японка. Вернувшись на родину, Алтын загорелась желанием превратить свое хобби в бизнес. За помощью обратилась в региональную палату предпринимателей. Мы направляли, что ей лучше открыть, консультации, ИП или ТО открыть ей лучше, с чего начать работу, как составить бизнес-план. Мы с ней работаем по составлению бизнес-плана. Этот бизнес-план она будет защищать перед управлением предпринимательской торговли по Вадарской области. Мастерица рассчитывает получить государственный грант. 3 миллиона тенге планирует потратить на оборудование. Оно позволит ей ускорить процессы приготовления материала для художественной росписи. Алтын признается, что мечтает множить свои работы в десятках и даже сотнях экземплярах. Наше искусство востребовано. Наше искусство интересно. Что вот как восхищается они батиком. У меня штору купила японка. То есть там такой огромный спрос. И я пришла к тому, что нужно заняться бизнесом для того, чтобы производить. Производить больше. Производить на экспорт. Чтобы можно было делать много интересных вещей. Айгуса Кумбаева, профессиональный менеджер и поклонница таланта Алтына Теевой, не упускает возможность первой приобрести у Алтын очередную новинку. Они уже стали близкими подругами. Говорит, ее творчество не только завораживает, но и имеет огромные перспективы на рынке изобразительного и декоративного искусства. Есть возможность поставить ее деятельность, ее бизнес на большой рынок и представлять Казахстан на международном уровне. Так как ее работы ценятся за границей. Знаменитые наши люди Казахстана, поклонники. Я тоже очень большая поклонница. И думаю, каждой женщине будет очень приятно носить ручную работу и изделие. Художница планирует совместить технику батика с вышивкой кожи и деревом. Ее мечта создать уникальный бренд, изюминкой которого станет отображение древней культуры казахского народа. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий из Павлодара, Хабар, 24. Ежегодная выставка «Бабочек, ватерфлай, джангл» стартовала в американском городе Сан-Диего. Сквозной вольер для птиц в местном зоопарке стал временным домом для тысяч крылатых насекомых. Экспозиция оформлена в стиле тропического леса. У посетителей есть возможность увидеть больше 30 видов бабочек разных расцветок и размеров. В вольере также высажены многочисленные растения и проживают 18 видов экзотических птиц. Выставка продлится до 15 апреля. Ее главная цель – привлечь внимание к проблеме сокращения популяции крылатых насекомых. На данный момент это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова